Для Слова Божия не туз. 2 Тимофея 2.9. Священник Николай Балашов, иеромонах Нафанаил Судников. Православный христианин в тюрьме и на свободе. Издание 2 дополненное. Барнаул, 2010 год. Автобиография Игнатия Лапкина. Страница 32. Вот я это говорю, а сам книгу закрою и читаю по интернету. На нашем сайте, вот это все указано на нашем сайте. Чтобы показать наш сайт, я сейчас отдельно его покажу. Вот он как выглядит. Во свете Библии называется, сайт. Вот он, во свете Библии. Его видно. И вот здесь вот для Слова Божия не туз. Я воткнул сейчас. Она его открывает, книгу с заголовками. Вот она. Первая, арест и прочее такое. Он у меня уже открытый. Я начинаю считать дальше. Молитва была твоей. Она стала еще ближе. Еще возможней, еще свободней. Боли нет ничего. Вот тут крепко задумался о подвижниках, их подвиге. Когда они все оставив, уходили в пустыне. Не видя боли никогда своих. Пустыня. Один. Молитва. Им всегда была камера и келья. Бог ближе, суеты нет. И подумал и о том, точно стал просить. Это было основой моего пребывания оба раза в заключении. Молитва. Сделать камеру кельей. Если святые делали добровольно, то награда. А я не добровольно, значит не о награде, а только об ощущении думы и грешник. Стал припоминать, и сразу же дошло, что жизнь в труде есть по Соломону суета, а сует – томление духа. Марфа, Марфа, о многом ты опечешься, заботишься, а нужно одно – слушать Господа. Вот тут и стало это понятнее. Благо есть, что вспоминать из Евангелия, из всей Библии, и размышлять об этих словах и на молитве, и после молитвы. Томление духа в бездействии. Время как бы остановилось. Все отобрали, ободрали, обокрали. Ты как из морских волн на доске выплываешь. Под субботу два выходных. Подумал о следователе тогдашнем. Теперь мнение мое иное. Следователи, быть может, идут по ответственности разве только с батюшками. Я маленько прочитал. Время есть, размышляя душа. С какой легкостью судей судили тех, кого ныне реабилитируют в этих же зданиях по тем же законам. И в церкви также. Казнили Жану Дарко по тем же канонам. С той же легкостью, как и Максима Грека канонизировали. Будто и не они томили и ломали. Жгли и уродовали их. Все вновь. И шагами меряешь камеру. Все потихоньку размерял, чтобы рассказать своим. И глазок, и кормушку по замерам. Чисто по профессиональному интересу строителя. Как это делали? Кто делал? То знали, сколько будет на его работе и слез, и проклятий, и отчаяния. Наслушался всего Зековского. Ни в какие разговоры. Сразу же понял, встревать нельзя. Только благовестие. И то строго лимитировать. И время точно знать. Молитва 6-7 раз в день и в ночи. Сначала по полчаса, а потом и за один прием до полутора часов дошло. И легко стала забота о своих. Как они там? Что? Когда-то давно, еще посещая отделенных баптистов, слышал, как они наказывали своим, чтобы костюмы с своих пальто привели в порядок. То есть разрезы сзади зашили. Меня это не касалось. Только уж так от детства научен. Что бы не услышал, все применять к себе. Пришел домой и зашил все. Ах, как это сгодилось потом. Хорошо, что ходил в сапогах. Тут шнурки не отберешь. Носки зайки отбирают. А портянки и сапоги мои, они век никому не нужны. Да и оденьяние мое такое, чтобы угол огородное застыдиться. А мне именно это как раз. А второй ситке уже тех впечатлений, той остроты, неизвестности нет. Уже ты знаешь. Если что-то там уже усовершенствовали, то не настолько, чтобы сошло за свободу твое заключение. Там все в одну сторону менялось. Надежнее, изолирование, хитрее, крепче, тягомотнее, суровее. Первая ночь уже в тюрьме. Это незабываемое. Помолился и на кровать шконку лечь боязно. Она такого же размера, по длине, да поуже. И нет ничего, только натянутые шинки 3-4 или бывает иногда побольше, сантиметр по 5 шириной, железные полосы вдоль и несколько для схватки поперек. Снял сапоги, под кострец подложил, ноги обмотал портянками. Один. Меня сразу же отделили от всех. Уже при въезде, при венчании первым стали выделять. Это и к лучшему. Можно помолиться и размышлять. Вставал, молился, первая ночь в тюрьме. Когда забылся в полусне, кто-то из охранников за дверью гукнул. Вставай, святой отец, пора молиться. Встал, помолился, за дверью шуршит. Тут видимость только на тебя, ты же смотри в себя. Теперь и люди, и вещи, теперь все в ином измерении, а не в том, в давнишнем воле. Утром в 6 часов начинается кормежка. Принесли чай, а лить не во что. Так и громыхали мимо. Потом порцию сахара осыпать не во что. Подставляй ладошку и в рот. Приносят хлеб. Охранник какой-то азиат. Открыл кормушку и вопросил. Как? Да за что? Вспомнил, что у него бабушка православная, и его водила в церковь. Сначала с насмешкой, волком, потом мягче. А мне все в диковинку. Потом сам принес алюминиевую кружку, всю продымленную. Чай, шефир варили где-то зэки. Утих. Ухи дают. Это уже в чашке. Ложки нет. Через край сподручнее. Быстрее. Мне эта работа, забота его растрогала душу до слез. Он заглянул. Эта камера его уже более привлекает. Видит, что я и в слезах. А ты че это? Да дивно мне. Вот ты и не русский. И бог уже через тебя утешение подает мне. С утра начинает тебя водить по кабинетам. Отпечатки пальцев фотографирует с надписью. Потом мыть. Постельное выдавать. Пришел за мной капитан Владимир Александрович Ульяновский. Улыбчивый, приятный наружности, внимательный. Всех табуном гонят, а меня одного и в баню, и в кабинеты. Стал переводить меня. Он велел забрать все, что есть. А что у меня? Только кружка эта черная. Он увидел ее у меня. А это еще что такое? Взял ее, размахнулся и вдоль по коридору попол направил там мою кормилицу. Новую дадут. И правда дали новую с иголочки. Повел в политоотдел подполковнику знакомиться. Потом к начальнику СИЗО, следственный изолятор 17-1, к полковнику Соломину Александру Семеновичу. Этот человек много подаст мне добрых советов и утешений. Так и вспоминая его в молитвах. Единственные, о ком и заключенные отзывались хорошо. Он спросил, как ночь провел. Я сказал, что когда привезли, то меня сразу же отсадили. И маленький стаканчик тут закрыли. И разулся, ноги проветрит. И вон вдруг сотворяется дверь, и стоит нерусский капитан и сержант. И капитан начал кричать, что ты тут расселся? Я тебя не портянки, кишки по стенам развешаю. Когда рассказал, что кричит этот блюститель, то Соломин все угадал. А кто же это мог быть-то? Потом ему один из оперативников, кто-то сказал, что это не их. А так, был тут один дурак. А как насчет постели всего? Да, нет ничего у меня. Потом выдали все. Матрас новый, подушку. Летом одеяло и простыни не положено давать, потому что зэки все жгут. Это они называют дрова. То есть, раз горит, значит, давай чай кипятить. Вот и недостаточно каптонармусу. В следующий раз спросил, дали ли простынь-то? Я ответил, что летом не дают-то. Он тут же взял кружку. Она на столе стояла у него. И как-то раз-раз по трубе отопление. Такая у него была сигнализация за складом по белью и чашкам. Пришла. Ты почему ему не выдала простынь-одеяло? Так не положено. Жгут же все. Ну, ты можешь маленько-то разыщие делать. А кто перед тобой? Сейчас же выдай все чистое и новое. И гляди за этим. Все выдали и в камеру. Только у меня и были простыни. Даже неудобно. Но это имело свои последствия. Тут же по тюрьме слух пустили, что мне такие льготы. Чуть ли не личный портной. Потом еще вызвать не раз меня полковник на собеседование. Все будет интересоваться. Как же это вот так-то, что живет человек, умрет и потом вдруг воскреснет? И все просил подробнее разъяснить это и о том, будет ли война с Китаем. Тюрьма в Барнауле. Когда пройду по этапам, по пяти местам предварительного следственного заключения, то окажется, что лучший, чем в Барнауле и не видел. Лучший это слово беру в кавычки. Так как не знаю, можно ли это слово применять к такому учреждению. Однако же и Сирах 20-25 говорит, лучший вор, нежели постоянно говорящий ложь. Так и здесь. Лучший значит есть с чем сравнивать. Чище, прогулка, больше дисциплины, нет клопов. И лучше прожаривает от вшей. И моет лучше. Кормежка везде почти одинаковая. Умереть не умрешь, с голоду. И по миру пойти некуда. Вызывает начальник. Полковник Соломин. Предупредил, что меня отправляют на проверку в Кемерово. В психиатрию. Для меня это было приговором хуже смерти. Ибо не только видел уже, что там делают, но и читал уже, и слышал, и с очевидцами встречался. Ни на какие слезы не посмотрели. Написал протест прокурору. Как молния в гнилой пень. Как вопль жрецов валовых. Ни вздоха, ни ответа. На вокзал везут в машине отдельно от всех. В стаканчике. Есть в этом воронке такое место, где и вдвоем можно, и одному тесно. Затарили в вагоны. Народу битком. А меня опять в отдельном купе. Один. В сопроводительных документах сказано, зачем я и куда еду. Но этапное начальство-то видит только конверт. Большого формата-то. А что на нем? Какие-то пометки. По ним и раскладывает наши телеса. Мою статью 190 Примтон. Никто не знает. Даже начальник тюрьмы полез в шкаф и прочитал. Сроду такое не знал, говорит. А уже этапное, прапорщики-то и подавно. При входе, при выходе везде совершаю крестное знамение. Сразу заприметили. Еще не тронулись в путь, уже подошел начальник. За что, дед? Разговорились. Из соседнего купе кричат женщины, просят молитвы. Но закон везде один разговаривать нельзя. Будет нарушение? Будет и наказание. Молчу. Подходит все время по коридору, взад-вперед прохаживающийся краснопогонник ВВ. Внутренние войска спрашивают. Что же ты им не отвечаешь-то? Да не положено. Когда разрешите, тогда... Ну, поговори. Вначале разговаривать, и женщины прислали бумагу и ручку. Я достал Новый Завет. Солдат открыл кормушку в решетчатой задвижной двери. Я на все положил бумагу и начал писать выдержки из Евангелия. Солдат отнес им. Благодарят. Потом подошел начальник этапа. Долго разговаривали-то. И все слушали. Плоть. Ничего нет духовного. Проезжаем станцию. Видно, как цветут подсолнухи. Кто-то смотрит. Видно, как баба отсчитывает пьяненького мужичка в огороде. Поезд остановился. И до того пронзительно ясно, что и они, и я не так живем. Что нужно все это ценить. Из-за невозможности повторить потерянное. Все пустое. А вот когда лишился, таким смыслом это наполнилось. Подсаживают в купе милиционера. Кого-то убил на работе. В общем, нельзя сажать. Зэки щепетильные на это подло. Что не мент, милиционер, тот труп будет. Все себя считают чистыми. Самаряне с иудеями не сообщаются. А для египтян пастухи и иудеи были мерзостью. Хотя бы в своих глазах кого-то найти хуже себя уже легче жить. Все же есть и хуже. Этим и воры кищатся, и всяк имеет свое доказательство. Я-то несчастник оборвал, а ты? Но все одинаково презирают и унижают насильников малолетних. Этим везде позор. Тот милиционер, что со мной едет, хорошо усвоил теорию ниши. И понял, что его и должность, и знание убежденно все сходится с этой теорией. Только непонятно, почему она вдруг в ином стане ими не благословляется. Тоже душа, хотя и заглохла в мундире, хочется быть раскольниковым. Все остальное перед ним, все вошки. Но вот попал сюда, думать начал, на себе со стороны смотрит. Этому тоже нужна помощь, но не доходит. Уткнулся в свой срок. Свободой бредит палец на пусковом крючке при воспоминании о судье и следователе. Где-то долго катает на путях. Привозят на кузнецкую тюрьму. Там меня отшибли сразу же в сторону. И в отдельную темную камеру. Но на полу нашел много чашек. Есть скамейка. Помолился. Слышу, шушукаются за дверью. Глазок мозолят. Полежал. Еду достал. Свою. Вечером ведут в баню. Не стал раздеваться. Всего полтора дня, как в Барнауле помылся. В предбаннике посидел со всеми, отсидел, пока другие мылись. Пришел старшина и повел меня за постелью. Большая очередь. Меня не допустил отпускавшийся. Так ты, батя, отойди. Потом. Когда все разобрали мешки с комковатой ватой, этот исход с бандитой повел меня в другой куток. И там из столько, что полученных, не бывших в употреблении матрасов, дал, да еще уласкал. Выбирай любой. Потом одеяло с этикеткой, новье. И подушку, и две простыни, желтые, непробованные. Вышел нагруженный, и меня подхватил сопровождавший старшина. Куда-то это тебя деть-то. Вот, брат, задача. Остановился. Подумал. Значит, из КГБ. Потом мне это они скажут сами. Сделали там какую-то приписку, что они там со мной нянчиться так будут. Вот, дескать, тебе одно. А можем и так сделать, забудешь, как мать родную зовут. Так прямо мне потом и сказал немалый чин из всей организации. Мы могли и по-иному все сделать, так что цените. Да ценю, ценю, благодарю Бога. Ну а почему же только Бога-то? И мы тут поблагодарили их. Так, там занято. Туда нельзя. Да, стоп, знаю. И повел в карцер. А там кровать-шконка на высоте груди. И только бетонная тумба посреди камеры. Кровать эту руками подними перпендикулярно к стене. И тот, кто охраняет, снаружи уже, закрепит ее. Ложись до утра. А потом, после подъема, он тебя может такую штуку сыграть. Ложиться будешь очень осторожен и до петухов соскочишь. Бетонный же и пол, и стол. Подъем. Наверное, звонок. И ты сквозь сон тревожный под ужас только забылся. И вот не расслышал. А этот-то сверхсрочный тормоз. Рванет штырь от стержня, которым крепится твоя софа. И ты летишь без торможения. Значит, отныне уже космонавтом будут звать. Запоминай. Только закрыл за мной дверь, поднял я кровать. А кто-то уже с соседней камеры кричит. Кто ты? Им-то постели нет за все 15 суток. И еда через день горячая. Да и то с половиной срока. А мне все по норме, но я же не наказан. Я на особым поощрении. Тут же подошли две женщины. Кто-то из обслуги тюрьмы. И начали со мной говорить. Я сказал, как трудно тут в подвале дышать-то. Они тут же принесли мне швабру. На, ткни во решетку-то. Там стекло разобьется. Зимы же все запечатано-то. Правда, свежо стало, вовсе добро. Эти слушают, внимательно сочувствуют. Ушли, а соседи оказались женщины. Перекликаются между собой и ко мне просятся. Толкуют. Кто же это? Что им не отвечает? Мороженый какой-то мужик. И вот одна другой-то. А ты про нас читал в газете? Так это я ее убила. Мы ее стащили с пятого этажа. А потом в детской коляске везли до колодца. И кровь-то и была видна. Но нас уже утром-то и накрыли. И матерятся. Помолился. Улегся. А те убийцы просят воды пить. Охранник голоса не подает. И потом вдруг виск. А этот дубак-охранник-то с той стороны подкрался. Подготовил пожарный шланг. Другой, видно, дал напор. Он открыл кормушку и к тем в камеру. И давай их поить. Забава. И днем небольшой начальник из офицеров пригласил к себе. И там беседовать стали. Пришло еще несколько человек. Перевели в общую камеру. Клопы табунами. Кровать есть плит бетонная. С вкраплениями мраморной крошки. И красного цвета. При свете клопа не поймаешь. Осмотрелся. И у двери. В простенок лег. И насекомых нет. И молиться никто не помешает. И я один. Потом перевели в камеру, где милиция отбывает. Тут было много бесед. А один из них старший лейтенант, убивший человека на отдыхе в лесу. И еще один жену, зарезавший по ревности ее измене. И еще за превышение какой-то пьяница не лез в машину. А этот помог чрезмерно. Этот старлей все расспрашивал и толковые вопросы задавал. А потом лежал, думал и выдавал. Да, здорово у вас все продумано. Ни с какой стороны не уязвимо. Это вон на то, что с позиции бессмертия и вечности все поступки, и даже те, что явно против нас, могут быть и за него. Новокузнецк. Это только этапная пересылка. Прямого следования нет. Вот перекладывает. Дальше, дальше. Едем в Кемерово. Кемерово. При входе в камеру, когда я перекрестился, и сказал, мир дому всему, сразу же подошел один парень и спросил, кто, за что, откуда. Там многие ждали очереди за психооправданием права на преступление. Стал с порядками знакомить, учить меня. А тут сидят не 3-4, как в Барнауле, а 32 души. Есть чистые люди и нечистые. Несчистые, эти несчастные, хуже индейских парей. Все на них. А пить прямо из бачка почерпнуть им нельзя. Или табак из общего кистита взять. Это не маги. Это те, кто в чем-то провинился или проигрался и был подвержен жителями Содома познанию. Они моют, и в свою, и не в свою очередь, камеру. Выносят мусор. И когда у кого возникнет тяга совершенствоваться в самбо, дзюдо, то эти живые объекты всегда рядом. А отбиваться им запрещено, иначе убить могут. И вот что интересно. Что люди-то в основном сидят за нарушение Уголовного кодекса страны, за нарушение заложенной в Конституции обязанностей, что пренебрегли эти правила, запреты. Значит, человек хотел быть вольным, свободным от пут закона. Но вот попали в такие стесненные условия. И тут сами ввели свои правила, но еще более строгие, и меры наказания еще более жесткие, чем те, против которых на воле бунтовали. взять это резкое разделение на чистых и на опозоренных. Ведь все не против, чтобы были тут эти нечистые, чтобы они нужны мыть полы, выносить мусор и просто быть на побегушках по камере. Да и для удовлетворения своего испорченного внутреннего человека, что я, дескать, не худший. Все же на фоне вот этого отверженного пари, я лучше, я честнее, я человек, я сохранился. Понятие чести самолюбия до внутреннего воспаления развито. Вот сейчас вызовет его мент. И будет хотя бы и при всех, что угодно с ним делать, и ни слова. Это вроде бы как божество перед ним. Нужно молчать, а то хуже будет. Но вот пришел в камеру, тут нужна разрядка. Тут нужен кто-то, над кем бы он мог поизгаляться. Осуждают начальников, что они эгоисты, только себе все машинами воруют. Но вот тут появится возможность на тысячную долю миллиметра подвинуться по пирамиде положения вверх, и уже не жалея живота, трудятся, лезут, закрепляются. Дай только власть. И вводят законы, которые никакого отношения не имеют к престижу, а иногда и во вред здоровью. Но так неукоснительно и твердо держатся этих канонов, законов, свои издатели в камере, как и в армии, и в государстве, изданной Верховным Советом, законы не соблюдаются. Кто вздумал сходить в туалет на горшок, должен внимательно осмотреться, есть ли кто, не жует ли что, еще и громко попросить всех доложиться, куда ты полетел. Есть кто? И только тогда приземляться. Лгут во всем. Но вот за что взят, и не петух ли ты, то есть не порченный ли садовлянами, не отверженный ли, в этом твердейте, чтобы не солгать. Если такой найдется, то выносится приговор, и ему ничто не поможет. Беги, ищи убежище, а начальство-то что за дело, если змея змею, скорпион скорпиона сожрет, им же легче. Спросил старший, а где бы тебе, батя, хотел бы? Да где табаку поменьше. Он тотчас подошел к окну, вытурил наверх, вдаль бывшего там, и мне дал место внизу. Еще одно рядом освободил, чтобы не дымил никто рядом. В окне щелку заметил, видно иногда, как самолет пролетит. Стрижи кричат. Этот печальный стрижиный крик навсегда только с одним соединен у меня камера. Темнота, вонь, чужие люди, и мне грозит психиатрия, отнятие разума под уколами. Ехал-то не на меньшее. А с главным в камере сошлись сразу же. И когда не молился, то по камере нахаживал здоровье, и ходили с ним нога в ногу, и говорили о нужном. Тут уж никто не подходи. Закон. Из соседних камер стучат, кружку приложат дном к трубе отопления. Говорит, повернет дном к себе, слушает. Сказали соседям, что к ним попа привезли. Стали молитву просить, тут же переписывать и на прогулку, когда ведут, класть на условленное место. А начальник через камеру, когда стуком-то вызывает, тогда берет свою кружку в своем кабинете-то и ухо к ней. Что же подопечное его там-то? Он тут же узнал и про тайники, и про молитвы, и меня вызвал. Уже без кружки разговор вели. Стоит у него деревянный молоток, окованный жестью, киянка, с очень длинной ручкой-то. И на нем надпись «Анальгин-80». Вот лучшее лекарство. Вещем, когда поужинали, в 6 вечера до отбоя, до 10 часов еще время есть, начались уроки закона Божия. И так каждый день. Условия обычные, чтобы не разговаривали и не курили. Так мы дошли до царств Соломона. Посреди камеры стоит вмонтированный стол, длинный. Все ложатся на шконках, кровати, кто внизу, кто на втором этаже, на вертолете. И головами ко мне. Я беру в руки Новый Завет, становлюсь лицом к двери и начинаем просвещение. Открываются камеры, идут охранники, тоже стоят молча. Всегда о Христе, о грехе, о воздаянии, о суде Божьем, о том, чтобы извлечь урок для себя. Потом на молитву. Семь человек становились со мной на колени. Слушатели благодарные, внимательные. Вот один из тайных противников, которому я почему-то мешал ночными молитвами, зло мне прошептел. Я тебя отучу. Но вот у этого Васи обнаружили то, что в камере терялось и крендель, и спички, и папиросы. Он все это в матрас себе толкал, и я ему мешал, выходит, ночью-то. И вот тут же на нижнюю кровать четыре человека, кто руку, кто ногу держит, за свое место отвечает. Один рот ему грязной тряпкой заткнул-то, и у двери один встал, вроде бы думает, глазок прикрыл, и напротив у коек топчется прикрытие. Палач берет сапог, и со всего размаха бьет и бьет вора в лицо, в голову. У него только глаза от ужаса раскрыты. Матрас всего распотрошили весь, и все ворованное тут же обнаружено. Адвокат никакой не поможет, взятки отвергнуты. Разве только чудо. Открыли рот ему, и он ко мне, отец Игнатий, спаси меня. И как это было для всех неожиданно, что разъяренные мстители рассмеялись. Вот гад-то какой хитрый-то. А не ты ли отцу Игнатию грозился, зараза. И правда, мне его было очень жалко. Я смотрел и плакал. Отпустили. Так он теперь уже не грозился, а все боком, мимо меня, да к себе. Входят в камеру новенькие. Начались распространства, после выявления. Не один. У него есть еще в другой камере подельник. Что творили вместе, то поврось будут писать, а следователь слепит, одно с другим дополнит. У кого что из памяти выпало во время допроса? Оказывается, друг его, начальничек, они подмечали хорошеньких девчат, хватали и везли за город. И вот где-то за городом попала бабка, лет 72-х, и внучка, вовсе уж махонькая, лет 6-ти. Этот остался с детьем, а тот бабку начал мучить, захватили презренные. Он же только и сказал, так мы хоть не убивали, а вот секретарь райкомов Кемерово, тот студентку увидел, решил подвезти, понравилось-то, и зарвал ее, убил ее, и в копну с соломой, и сжечь умыслил-то. Да не сгорела вся, сейчас вот дружки из парткома устраивают на психиатрию, годика полтора побьет ящики для пива в Алма-Ате-то, и в психушке, и вернется. Говорит он и зыркает на меня, а когда отговорился, то быстро так подошел и мастится на корточке рядом, чтобы что-то спросить у меня. Старший тут же к нему, а ну шваль, брысь, и чтобы ты к святому отцу и близко не подходил, мразь, вот сейчас же стучи с двери, чтобы духу твоего не было в камере, а то, и тут же как-то все слышал, дубак дежурный, дубовый. Открывается дверь и пошел морганщик в иные веси. Старший подошел и стал давать наказы мне, чтобы был поосторожнее с этими хмуриками. Это на все способно. Этих и мы преступные элементы и то не уважаем. Они мать родную продадут. Он же на опера стучит, зараза. Идут уроки, учусь сам, ценю, переоцениваю. Ждут на психиатрию долго, по нескольку недель и месяцев. Сиди, срок идет. На вертолете второй этаж коек лежит одноглазый татарчонок. Этот уже вовсе по-дурному влетел. А семь лет далее. Он слышит-то, слышит, а потом подошел. Хочу вашему богу молиться. Мне можно. Встал, научился персты слагать и кланяется. И вдруг ему вместо семи лет усиленного, полтора года условно, все в тюрьме знают. Мне заказы на молебны пошли и без денег, и более искренне, чем в храме. Бог везде и все нуждаются в нем, когда трудно. Неделю неполную, кажется, отсидел, и вот зовут на местный этап, на психиатрию. Когда определили психдом охраняемой милиции, то и тут пошла учеба. Во-первых, комната точно такая, как моя дома по расположению и так же с улицы в ход. Все как дома, да не дома. Врачи и сестра сказали, что на моей койке лежал поп. А это же из Белова был. Его взяли за взятки, а они с псаломщиком Р не поладили. Загребли и финн спектра по два с половиной, по три года дали. У батюшки изъяли где-то 485 тысяч рублей. У меня оклад 72 рубля. Много спирту, а самому ему около 75 лет. Писали о том в Крокодиле, в центральных журналах. Хотел где храм построить, а спирт? Для чего тебе поп? Для чего? Очки протирать? Литров полста. Но так и не вышел отец, помер в лагере. Обработали. Дали какой-то жижи, понамазаться, чтобы в волосах не было букарашек. Душ кормежку разносят, а каждому дают клеенку сантиметров 50 на 50. Вот ее положи на подушку, то перед собой на кровати и сюда подадут все. Палаты как камеры, только чисто все и не запирается. В общий коридор можно выйти и ходить по палатам. Тут же кабинет врача и сестры, и санитары. Кто чуть-чуть шебуршит, а минозинщику ему под кожу согнулся, гладит сие место мясное. Правило то, что держал в тюрьме, сразу и здесь установил. День разбил на 5-6 частей, столько раз молился, по часу полтора и ночью один раз. Твердо держу, чтобы никогда не спать днем, чтобы было надиво всем врачам. Такого не было тут никогда. Вечером уваясь холодной водой до пояса, вымою ноги, оботрусь и спать точно по часам. Зэки страдают от бессонницы, просят снотворного, а я как лягу, ладошку под щеку и до утра ни разу не шевельнусь. За день то вымотаюсь до упаду. Каждое моление начиная на 40 земных поклонов. Коленями и лбом пола коснуться. И так несколько сот поклонов и считаю псалтырь 150 псалмов на два дня. А Новый Завет на неделю, а остальное время проповедую, люди собираются. Обычно как входишь сюда, все отнимают, а у меня тоже все отняли. Я пошел жаловаться, начальник что-то в моих делах посмотрел и сказал ходи и по другим камерам говори, может будут слушать, только осторожнее, чтобы чего не сделали. И это не излишне было мне слышать. Один раз обошел палату и потом уже не стал ходить. Стали в нашу палату приходить жаждущие, но скоро остались только те, кто искали. Стали уже сзади молиться, когда я на молитве, из них был один пацан лет 15, Саша Солнцев. У него отец был старший лейтенант милиции и за что-то сына наказывал, сжег ему пальцы папиросами. И вот когда полез отец в погреб, то сын, который сделал себе уже ружьишко-то, набежал на него и выстрелом в затылок наповал, сразил его, когда он грудью только через край лез с вареньем из подвала. Так и остался. Я все расспрашивал, что он чувствовал. Ну, когда я выстрелил из обреза своего, то убежал в огород и спрятался в картошке. Потом пришел, и мне показалось, что отец немного уже вылез. Но когда стемнело, я завел машину, а днем запер ворота, чтобы никто не пришел. Втащил отца, подстелив мешки и увез в карьер. А лопату не взял, и плохо зарыл его в песок. Ну, и нашли. Вначале у нас все искать, а ружья-то я спрятал за баней. Когда неделя прошла, сестра моя пришла, спрашивала, я сказал, что не знаю. Потом принес свое ружье в избу и в погреб спрятал-то. А тут еще раз обыск, и в этот же день и нашли, и вот забрали. А когда на этого пацана посмотришь, то никогда не подумаешь, что это убийца. Невинные глаза, белобрысый, полноватый, наивный, привязался ко мне и все слушал. Другой дом строил, вышел покурить, идет пьяность, спросил у этого прохожего покурить чужих сигарет. Тот ответил, свои имей. Не понравилось, ударил ножом в живот пьяному, так что нож погнулся. Ну, тот и умер-то. А жалко ему дом, а как же теперь там дом не достроил. Этот тайно вставал на молитву, когда я молился. У всех тяжелые статьи, а думают, может, поможет. В тюрьме вставал среди ночи, а тут труднее, свет горит прямо над головой и никак нельзя узнать время, часов-то нет. Тогда стал о том просить Господа, чтобы будил меня раньше часа на два. Потом весьма удивились дежурные, которые по ночам ходят по палатам, чтобы чего с собой-то не сделали больные, дурные. И я им наказывал будить меня не в 7 утра в 5, на 2 часа раньше. И вот что они говорили. Ночью заходим несколько раз в палату. Дверь не заперта и не закрыта настиж. И вот вы как легли и никогда даже руку не поправите, как не живой-то. А как идут будить только к дверям, а я поднимаюсь сам. Вставал с точностью не до минуты, а чуть не по секундам. И мне, и им диво было это. Пока правила справлю, прочитаю псалмы, всем святым поклоны, вот и подъем. Уборщица, которая два раза в день в палатах моет, она говорила, в Бога верю, а попов не люблю. Народ только обманывает. Убежал тетю Дусю, что не все так поступают, как те, кого она встречала. Есть и добрые пастыри, а она на своем. А тут стою утром, под подушкой или под простыни, то хлеб белый с маслом, то яйца вареные, то шоколадные конфеты. Это она мне. Помяни моих родителей, царство им небесное. Я заметила, что ты в землю по сорок раз кланяешься, а моя мама говорила, что только кто по сорок раз в землю, того молитву Бог слышит. Я такого не слышал, но быть же тому. Лежит хулиган на койке и говорит ей, а мне что ж ты не даешь, ты ничего? А что я тебе дам и за что? Ты молиться не можешь, родителей не помянешь, только по матушке меня пошлешь и все, тебе нет ничего. А то врачи что принесут сами по себе, сестры милосердные. А молва бежит уже в тюрьму через тех, кто ушел отсюда. Там папу несут с воли корзинами, а он других кормит. Молись да молчи, а я считал раз газету про Китай. Да возьми и ляпни, это же только написано, что там погибло в культурной революции 25 миллионов человек. А на самом-то деле они от нас учились, где 66 миллионов погибло. Сказал, да пожалел. Одна такая пронырливая медсестра мигом эту мою реплику услыхала и к себе в кабинет и в мое дело начала писать. Да что-то не смогла точно припомнить. Пришла ко мне и начала да выявлять-то. Ну, я уже ушел на молитву, так и сошло. А то беда была бы. Обычно тут в стихушке на экспертизе бывает человек неделю, полторы, а то и раньше диагноз ставят или на суд, или в больницу. Людям важно уйти от многих лет в лагере и только бы выказаться дурным-то, больным-то. И что, кто может, то и гонит. Кто мух невидимых ловит, кто из-под себя ест, кто вешается в туалете на полотенце. Врачи ко мне так добро относились и советовались, как бы я хотел. А то вот тут поговорили мы и решили, что можно тебе дать статью и ты на суд не пойдешь-то. Отвечаю, о нет, мне бы только правду и на суд выйти, мне бы только слово сказать. Потом, может быть, не раз в том бахвальстве раскаюсь, а тогда именно так и понимал, только бы не признали больным и через уколы не стали разум отнимать. Лекарства не дают, но многие говорили, что в пищу подмешиваются такие вредные смеси, отчего целыми днями спят. Подумал, так они и на воле и в тюрьме спят, а я Бог сохранил, хотя сильно томился, но так и не лег ни разу и прошел яко посуху. Уходят и приходят ежедневно, а меня не трогают, ждут некое светило. Приезжает кандидат наук Мазур Аарон Моисеевич и еще два еврея. Начинают меня через комиссию пропускать. Вопросы важные. И как? Почему? Кто такой Христос? И как мертвые воскреснут? Долго идет беседа. Еще, еще раз вызывают, хотя так и не делают с другими-то. Сестры с утра суетятся, что-то шепчутся. Оказывается, что они провожают меня, как и на пенсию никого не собирают, говорили они. Достали мне два мешка и чего только не накупили, а одному и не утащить, и еще дали сопроводительную, чтобы везли отдельно, чтобы не отняли от меня. Когда вернулся в Кемеровскую тюрьму, интересный был случай. Вхожу в камеру, перекрестился, как всегда, и впереди себя крестное знамение творю. И сказал, мир вам! Встает молодой, высокий, русый парень и сразу же спрашивает, ты бог? Да нет, я человек, но несу весть о боге. А я сегодня ночью видел сон. И вот в камеру сказал, что в камеру к нам сегодня войдет бог. Началась беседа. Он был в Германии учителем в порядке обмена работниками культуры и просвещения. И напал на Афиору. Деньги менять, валютчик. Дали срок. И вот был на химии, сбежал, и в Москву поймали, едет по этапу. И были-то три дня вместе. А сколько он узнал, на шаг не отходил, все выписывал, на молитву вставал все время и хотел, чтобы потом нам встретиться. Компаньон Цыган, с которым вчера еще он играл в домино, из себя выходит злиться, лютует на него, ты же вчера был наш. При выезде же из кемеровской тюрьмы выстроил начальник караула всех этапников и спросил, есть ли какие жалобы у кого? Все молчат, страшно ответить. Я ответил, что у меня отняли ручку и не вернули. Тогда повел меня сержант в подсобное помещение и там целый арсенал ручек. Выбирай. Стали в вагоны расталкивать меня опять одного. Попросил конвой, чтобы нашли мальчика этого, Сашу Солнцева. Они отыскали его и ко мне впихнули. Мы поели с ним по-барски. Я ему из того, что сестры наложили, что в камеры не сели, да не растащили ночью крысы, то есть зэки отмерил и излишней одежды дал. Днем видно, что уже копный солома на полях и дождик, и багрян самосинник спровожает, а мне того горше, что заперт на волю охота. Но перекрещусь и молитва отгонит грусть. Привезли до Вакузнецка. Тут уже ждали охранники, когда меня повезут обратно и старок проповедовать охранникам. С этажей сойдутся в одно место и меня вызовут. Кто-то что спросит, кто дитя покрестить, кто венчается, кто больного излечить. Мог бы, но не сидел бы тут, говорю. Встретили в Барнауле, в отдельную камеру посадили. Хожу по камере, пою, подлетела к окну птичкой синица. Жулан зовется уже сентябрь и так звонко цвенькает. Лети, птичка, лети. Ловил я вас в детстве немало, простите меня. Хотя всех через час и выпустят, а мучительствовал изрядно, лишал свободы, пускал летать по избе, а они бились в окно, а кого и кошка слопала. Теперь, когда уже вернулся с положительной характеристикой, что меня можно судить, не дурак, то стал готовиться на суд. Главное сказать об убийственности атеизма, о коварсти вилла Владимировича Ленина. Ибо в стихе клуб есть у меня такие строки. Припомните, как вилл коварный Ленин об этих душегубках предсказал. А в стихе на батный колокол пророщито России в обвинения ставят строки такие «Стоит свой рот ощерев, по мету птиц подставив голый череп, вождь татеистов сон меща иуд». Вот на это следователь Виталий Николаевич Пичугов написал «Нужно чаще мыть памятники». На эту тему много листов написал уже о расстреле царской семьи. Ко мне хорошо относился начальник тюрьмы полковник Соломин. Он дал мне фанерку, чтобы на корявом столе можно было писать. Где-то около недели пришлось сидеть за столом. А начальник тюрьмы справлялся. Нужна если бумага? Ты говори, всегда достанем-то. Уже около 20-25 листов я написал мелким почерком по темам о диктатуре, о зверствах, о вечности, о том, что предполагал в обвинении. Это было еще до отправления в Кемера психушку-то. Куда же деть бумаги? Один из оперативников, капитан Ульяновский Владимир Александрович беседовал со мной не раз и вот решил я ему отдать на сохранение, что если вернусь, то мне отдаст, а нет, то жене. Не вернули, якобы потеряли. Но было отдано следователю это уже в 1986 году, это все я увидел пришитым в том и первом. Все до листочка-то. А тогда начал я снова и более того наворочил, написал. Тем более с нами сидел один четвертый раз шел и знал порядки, что в последнем слое можно говорить сколько желаешь-то. Вот я и думал-то повторить подвиг Георгия Демитрова-то. Не совершилось, не сподобил Господь, а даровал иное. Произошлось свидание с мамой, с братом Акимом. В камеры еще подсадили двух дезертиров, из армии сбежали. Потом третьего. Так, среди таких добрых ребят и сидел. Кому что дать. Потом начали беседовать. Расположены были, держались рядом. Стали проходить закон Божий. Но один сильно воспротивился. На его стороне были все эти молодые до того времени-то. Он решил, что и как делать, кому мыть полы, кого миловать. Но когда увидел, что они ко мне склонны, а я то подкормлю одного, то платочек, то майку новую дам, передачи шли ко мне исправно, а им нужно это было, так как из части их родным не сообщили еще о заключении этих воинов. Тогда стал им запрещать от меня брать тот. и попытался даже грозить это. А в камере так, если вздумали кого-то изгнать, поставить на лыжи, то до убийства доходит, человек выламывается, и тогда беда ему везде. Но этот старший был одноглазый, ел плохо, курил много, силенки маловато, а солдаты сразу же объединились, и он замолк. Когда я начинал преподавать и считать закон Новый Завет, он закрывался с головой. Эти начали уже его зажимать. Тогда я заступился за него, и он помягчил. А мне каждое утро дополнительно к пайке давали еще кирпич хлеба охранники. Я и подкармливал защитников страны-то. Куском хлеба можно весь черный континент приобрести, а тут свои. Приходит следователь, начал делать намеки, что может быть и по-другому, если я буду более ягненком, помягче. В чем? Ну, чтобы архипелаг гулаг не распространять, и стихи эти два. А мне это только и нужно. Зачем мне это на суде? Мне о Боге сказать, о Христе, о спасении, о суде Божьем. Дал в письменном виде обещание, но этого казалось недостаточно, нужно было более красочно. До этого я говорил следователю Пичугову, вы же тут ни при чем, что вам скажут, то и делаете. Ну, что вы, Игнатий Тихонович, мы ни КГБ никому не подчиняемся, закон для всех одинаков. А тут прихожу, по вызову в кабинет, сидит в гражданском подполковник КГБ Никулин Юрий Михайлович, поздоровался. Наверное, догадывались, что следователь тут, и что дело-то мы ведем. Когда готовились вас арестовать, то решали, какую статью 70-ю или 190 прим. я попросил разрешения помолиться. Он вышел из кабинета, я встал на колени и горячо помолился. Вот, что вы со следователем писали, это нужно будет переписать. Лучше составить, грамотнее. По сегодняшний день у меня нет к этому подполковнику ни одной претензии. Какой он где-то, не знаю, говорю про себя. Так, культура речи, внимательность, доброжелательность. А я себе на умение, ради же меня он тут. Но разговор идет непринужденно. С первого дня я и в молитве, и в мыслях всячески отгребался от статьи 190 прим, от ее трактовки. Она совсем не о мне. Пусть судят за веру, как первых христиан-то. Я попросил бумаги и сказал, что буду только тогда дальше говорить, когда примут мое заявление. Написал, чтобы ни под каким видом то, что я даю обещание не распространять архипелаг в ГУЛАГ, не было сочтено за желание уйти на суд отсюда. Потом, когда дня через три этот чин покажет мне решение прокуратура о моем освобождении, я в письменном виде написал отказ от помилования. Желаю выйти на суд. Но решение было уже принято. Тогда еще следственные кабинеты в тюрьме с своими окнами были на улицу. И там видно было, люди встал подполковнику подоконнику подполковника и говорит мне Игнатий Тихонович здесь не ваше место. Здесь подонки мразь. Ваше место там и жест на волю. Вы там нужнее. Вас там тысячи будут слушать. Мы же не запрещаем вам проповедовать. Дело проповеди остается за вами. А заявление мое об отказе от освобождения порвал. Дня через два окажется приехал он в военной форме при наградах следователь еще человек и меня повели на выход. Выхожу из тюрьмы а на крыльце тюрьмы стоит Надежда Васильевна моя принесла передачу вот так встреча стоит Волга меня приглашает сесть. Я же сказал мне нужно помолиться и встал перед центральными воротами тюрьмы на колени и встал молиться. Потом встал перекрестил тюрьму благословляю тебя тюрьма многое ты открываешь. Вот если то что